Подумаешь, выпить чашку чая. Но этот напиток не терпит суеты. А ещё он счёт любит. Проведём чайный ликбез. Доводим температуру воды до белого ключа. То есть ловим момент закипания. Прогреваем чайник. Сыпем заварку. Оптимальное время заваривания. Многократно доказали это на практике, что все полезные свойства чая, которые существуют в сухой заварке, они переходят в раствор через 5 минут. Но для чёрного чая действует закон одного раза. Заварил, через 5 минут выпил. Остатки выливай. Пользы от него уже не будет. А вот зелёный чай можно заваривать и пить до 5 раз. Чёрного чая, в отличие от зелёного, лучшая экстрактивность. Вы получаете все вещества, которые есть полезные, сразу же в напиток. Получается, чёрный чай не такой экономичный, как зелёный. Зато у него масса других достоинств. Например, в нём больше кофеина. Он медленно, но верно способствует снижению уровня кортизола, гормона стресса. В чае есть такие вещества, которые замедляют всасываемость кофеина. Поэтому эффект наступает, ну, бодрящий, да, вот какой мы ждём от кофе, наступает не так быстро, не такой мощный, но зато более ровно и длинно, и долгосрочно. Чёрный с молоком помогает во время строгих диет. Желудку после чашки другой будет гораздо легче. Союз великолепный, на самом деле, молока с хорошим крепким чёрным чаем. Потому что молоко, на самом деле, смягчает действие, опять же, алкалоидов, кофеинов в том числе, на организм человека. Теперь разберёмся с зелёным. Одни говорят, он бодрит, другие, наоборот, успокоят. Уточним. Всё дело в свежести. Свежий зелёный чай нужно пить во время излишнего волнения. Чуть постоявший поможет как следует встряхнуться. И ещё. Скоро лето. Во время духоты и жары лучше пить горячий, свежезаваренный зелёный чай. Вот зелёный чай не позволяет вам, то есть за счёт повышения внутренней температуры, он позволяет сохранить, ну, не только температуру, это как бы, он как терморегулятор действует, да, но не только температура, он просто не позволяет жидкости испаряться. Ну, вы меньше потеете. Внимание! Чай любого сорта, сколько угодно пить нельзя. У тех людей, которые страдают повышенным артериальным давлением, те, кто перенёс инсульт, инфаркт, да, то есть проблемы с сосудами, с кровеносной системой, им чай стоит ограничивать. То есть 3-4 чашки свежезаваренного, некрепкого чая в день. Врачи предупреждают. Не путайте чай с водой. Всё-таки для обновления клеток и очищения нам требуется больше воды. Алёна.